привет всем в сегодняшнем уроке мы рассмотрим как подключить локальный сервер с помощью редактора кода vs code и как правильно через него открыть наш html файл чтобы все грамотно и корректно подгружалась и отображалась в браузере в предыдущем уроке мы создавали 3d сцену с помощью блендера и с помощью аддона который экспортировал нашу 3d сцену в браузер мы открывали эту сцену уже в браузере да но для того чтобы все это правильно и грамотно открылась обязательно нужен локальный сервер без него не откроется корректно если просто зайти например напрямую помимо редактора кода напрямую просто через рабочий стол открыть папку открыть файл ничего не отобразится нужно заходить через редактор кода с через локальный сервер давайте посмотрим как вообще подключить для начала этот локальный сервер заходим в раздел приложение или расширение для нашего редактора кода здесь если у вас не подключенным находим live сервер выбираем вот такой с таким значком у меня он же подключен вам нужно будет его скачать и подключить и когда вы это сделаете у вас здесь в правом нижнем углу появится такая кнопочка go live то есть когда вы уже будете в каком-то конкретном а когда у вас будет открыт какой-то конкретный html файл вы ну не обязательно html файл какой-то файл который вы редактируете вы нажимаете на эту кнопочку и у вас запускается этот файл запускается код в данном случае если мы нажимаем в нашем случае если мы открываем с помощью этого html файл он откроется в браузере покажет что мы там понаделали и также важно это в первый момент мы включили live сервер локальный сервер второй момент нам нужно правильно открыть наш файл нашу папку как я уже говорил напрямую помимо редактора кода напрямую просто зайти если открыть ничего не отобразится поэтому когда мы уже открыли редактор кода нам нужно через него найти этот файл и открыть его заходим сюда открыть папку рабочий стол открыли через папку открыли через наш редактор кода рабочий стол вот он вот нужная нам папка выбираем просто саму папку и вот он ображается все что нам нужно нужный нам файлик нажимаем go live и вот наш наша страничка record а 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 Продолжение следует...